У меня третья предпасхальная проповедь на такую тему Не пропусти свою Пасху Давайте мы коротко помолимся Господь, Слово Твое говорит что на Твоем Священном Писании до сих пор лежит покрывало и это покрывало снимается только Тобой только познанием Иисуса Христа только когда мы обращаемся к Тебе и просим Тебя и призываем Твое Святое Имя спасение всегда приходит потому что Слово Твое Божие обещает всякий, призвавший Имя Господне спасется и сердцем верует в праведность а устами исповедует ко спасению когда мы призываем Иисуса Христа Иисус всегда приходит Он уже здесь и Он приходит для того, чтобы освободить Тебя для того, чтобы спасти Тебя для того, чтобы дать Тебе благодать на благодать для того, чтобы дать Тебе силу Святого Духа чтобы преодолеть любое искушение любое испытание любой порог любой соблазн и поразить самого Дьявола и одержать победу над страхом перед смертью и одержать победу над самим адом я открою сегодня первое место и сегодня немножко поясню что вообще обозначает Пасха давайте мы все вместе откроем книгу Исход что утворим книга-то Исход двенадцатая глава двенадцатая глава ну, примерно мы все знаем что мы знаем о Пасхе в городе Олсичкине знаем, что за Пасха что Пасха это слово Песах читывает дума-то Песах на древнееврейском языке на древнееврейский язык оно обозначает переход или проходить мимо еще одно значение перейти есть два основных толкования проходить мимо что обозначает когда Бог дал повеление помазать косяки дверей перекладину когда Бог дал повеление Кровью пасхального агнеца. Когда пойдет ангел-губитель, то он что сделает? Он пройдет мимо. Он не войдет в твой дом. Для того, чтобы погубить твою первенцу. Что-то, что для тебя очень дорого. Самое дорогое. То, что родилось в твоей семье. И ты отдал этому всю свою любовь. Еще одно значение толкования, переход. Это то, что Израиль через что-то перешел. Перешел через пустыню. Вышел из египетского рабства. И все, что излязло от египетского рабства. Для того, чтобы войти куда? В обетованную землю. Аминь или не аминь. Это второе толкование слова «переход». И об этом я сегодня прочитаю. В книге Исход 12 глава. С 21 стиха. На проекторе вы можете смотреть перевод на болгарский язык. «И созвал Моисей всех старейшин, сынов Израилевых, и сказал им, «Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим, и закалите Пасху». Закалите Пасху. То есть, закалите переход буквально. «И возьмите пучок из сопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде. Помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обеих косяках, и пройдет Господь мимо двери, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Храните сие, как закон для себя, для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение? Смотрите, это как повеление на века. Такое повеление, которое и по сей день Израиль исполняет. Старается тщательно исполнять. Если дети будут спрашивать, скажите им, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил. И преклонился народ, и поклонился. И пошли, сыны Израилевы, и сделали. Как повелел Господь Моисею и Аорону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из кота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль во всей земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью, и сказал им, «Встаньте, выйдите из народа Моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу Богу вашему, как говорили вы. И мелкий и крупный скотт вас возьмите, как вы говорили, и пойдите, благословите Меня». И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили, «Они, мы все помрем». Аминь. Это то, что реально произошло в Египте. Это реальная история, которая исторически, археологически, географически давно уже доказана. То есть это то, что было. И вы знаете, ни один другой народ, никакая другая нация не может похвалиться тем, что в один момент сам Бог пришел в наш народ, и мы были в рабстве под Игом. Этот Бог дал невероятные казни. И явил свою силу и чудеса. Показал свою силу и чудеса. И вывел народ из рабства. И извел народа от рабството. Без содействия рук человеческих. Без помощи на хората. Пришло такое поражение, что весь Египет, величайша нация на те времена, вошел в такой страх и благоговение, что они попросили, выйдите. Идите, поклоняйтесь вашему Богу, там, где вы хотите. Мы в страхе и трепете. Если вы не оставите нас, мы все умрем. И они добровольно разрешили Израилю выйти из рабства, в котором Израиль находился сколько лет? 430 лет. Для сравнения, Болгария находилась под турецким иглом 520 лет. Русь когда-то находилась под монгольским иглом, да, татаро-монголы, там. И Русь все, что се номерало под татарскую иглу. Посадила Русь под оплю на такое, иго, оброк, брали. И, вы знаете, ни Русь, ни Болгария не вышли спокойно из-под этого рабства. Нужно было приложить какие-то колоссальные усилия. Нужно было физически, с помощью определенных таких военных действий, скинуть с себя это рабство. Но с Израилем это очень большое исключение. Когда мы читаем это в Священном Писании, мое сердце изумляется. Такое мог сделать только Бог. И в этом нет никаких сомнений. Такие знамения и чудеса, которые Бог являл во время освобождения, Бог больше нигде не являл. И этим самым Бог говорит, что Израиль это его народ. По този начин Бог казва, что Израил это негови народ. Избран народ. И что вот в этом пасхальном Агнесе, в той Агнесе, в этой Пасхе, был заложен какой-то определенный прообраз. И заложен определенный прообраз. Это всего лишь тень будущих благ. Бог через это только всего лишь показывал что-то. Показывал кому? Показывал всем нациям. И по сей день показывает всем народам. Что показывает? Что придет настоящая Пасха. Которая освободит все нации и все народы. Которая освободит все человечество в целом. И каждого человека в отдельности. И днеска еще говорим за то. Не пропустите свою Пасху сегодня. Да не пропустите своя Пасха. И вы знаете, Бог дал такое повеление. Бог давал такое повеление. Соблюдать Пасху из года в год. Да спасаем Пасха всяка година. И вот Израиль уже веками, можно сказать, уже тысячелетиями. Каждый год празднует Пасху. Тщательно объясняют детям своим, для чего дана Пасха. Объясняют и насвоят и деца, за какой Пасха. Как все это происходило. Давайте мы откроем следующее место. Что утворим следующее место. И оно написано в Евангелии от Матфея. Матей. Двадцать шестая глава. Двадцать шестая глава. С первого стиха. Първи стих. Вот две тысячи лет тому назад. Израиль праздновал Пасху. Во времена прихода Иисуса Христа. И преди две хиляди години Израил праздновал Пасха. По време, когато и дошел Иисус. Все евреи, фарисеи, саддуки и иродиане. Сички-то евреи, саддуки. Готовились к Пасхе. Теса среготвили за Пасху. В том числе и ученики Иисуса Христа. И срежьте ученицы на Иисус Христос. В том числе и апостолы. И апостоли ты. И смотрите, двадцать шестая глава как начинается. Евангелие от Матфея. Как започва двадцать шестая глава на Матфея. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим. Вы знаете, что через два дня будет Пасха. И Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каяфы. И положили в совете взять Иисуса хитростью и убить его. Но говорили только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. И смотрите, как интересно написано. Народ готовится к Пасхе. Иисус Христос говорит, что через два дня будет Пасха. И как интересно все получало, народы все готовы за Пасху. Иисус Христос говорит, что через тима Пасха. Собрались первосвященники и книжники. Соберются книжницы и первосвященники. И старейшина народа во двор первосвященника. И старейшините во двор первосвященника Каяфы. И делают такой совместный заговор. Схватить и убить Иисуса Христа. Да хванат и убият Иисус Христос. Но говорили только не на Пасха. Но те казват само не по време на Пасха. Только не на Празник. Да не по време на Празник. Чтобы не сделалось возмущение. Потому что Иисус Христа очень любили. Его признавали за великого учителя. Несколько дней назад он въехал в Иерусалим на Ослике. И он въезжал в Иерусалим под общее восклицание. Его признавали за кого? За царя иудейского. Махали пальмовыми ветвями. Снимали с себя одежду и бросали к его ногам. И этот Ослик он шел по одеждам народа израильского. И, конечно, схватить такого человека на Пасха. Но это не осталось бы незамеченным. Семнадцатого стиха я хочу прочитать. Это же глава, двадцать шестая глава. Вот седемнадцатый стих. Продолжаем. В первый же день опресночные приступили ученики к Иисусу и сказали ему, «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» То есть ученики тоже готовились к празднику. Он сказал, «Пойдите в город к такому-то и скажите ему, учитель говорит, время мое близко. У тебя свершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег двенадцать учениками, когда они ели, сказал, «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них, «Не я ли Господи?» Он же сказал ответ, «Опустишь и со мной руку в блюдо, этот предаст меня». Впрочем, Сын Человеческий идет, или, как написано о нем, «Но горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». Присем Иуда, предающий Его, сказал, «Не я ли рови?» Иисус говорит ему, «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил, и, раздавав ученикам, сказал, «Примите и идите сие из тела мое». И, взяв чашу и, благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемое во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». Иисус Христос совершил Пасху. Ученики приготовили Пасху. Что такое Пасха? Мы уже читали в Ветхом Завете, что готовился ягненок, или это мог быть козленок. И, может, ягненок или годовалый козленок. Его заколали. И теса го убивали. Проливалась кровь. Проливалась кровь. В обращении грехов. Это мясо, мясо ягненка, нужно было съесть на огне. Готовился также без квасных хлеб. Опресники. И вот эта трапеза, она называлась Пасхой. И тази трапеза се наричала Пасха. Это Пасхальная вечеря. Пасхальная вечеря. Но в этот момент Иисус Христос меняет ход Пасхи. Но в той же момент Иисус Христос променяет ход на Пасхата. Меняет ход привычной религиозной Пасхи, которую евреи празднуют каждый год. Той променяет обикновенната религиозна Пасха, която празднуват евреите всяка година. Он берет опресник, пресный хлеб. Зима хлябат. И говорит, примите, едите си из тела мое. И казва, едете, това и моето тяло. Берет вино, дает чашу. Дава виното. И говорит, сия чаша, есть чаша Нового Завета. И казва, че тази чаша и чашата на Новый Завет. И это моя кровь. И моюто кровь. За вас пролива и моя. Която и пролита заради вас. И отныне я не буду более пить с вами вина. И повече не надо пить вино с вас. До тех пор. Дукату. Пока мы вместе не будем пить новое вино. Дукату. Дукату не пием заедно новое вино. В царстве отца моего. В царство на мой отец. И ответьте мне сегодня. Когда это случилось? Когда Иисус Христос вновь начал пить новое вино со своими учениками. Куда Иисус Христос започил отново пить новое вино со своей ученицей? В царстве своего отца. В царстве на свой отец. Кто помнит? Дымите руки. Кое помнит вам? Это случилось на день Пятидесятницы. Когда излилась сила Святого Духа. И ученики Иисус Христа они были как пьяные. И такая радость и такая сила пришла. И когда люди сбежали посмотреть на вот это явление. В чем они их обвинили? Они сказали они напились сладкого вина. Это было вино? Это было вино? Это было новое вино Нового Завета. Это было вино Святого Духа. Это была сила обещанная Иисусом Христом. Потому что Иисус обещал. Он говорит идите, ожидайте и в определенный день сойдет на вас сила Святого Духа. Иисус Христос обещал что отивайте и чакайте и в определенный день сила на Святого Духа ще дойде при вас. Смотрите, то, что Иисус обещает Он всегда исполняет. Това, което Иисус обещает то винаги Го исполняет. Но я хочу сказать что на тот момент но на онзи момент когда Иисус преподает им пасхальную трапезу вечерю когда Иисус им преподава пасхалната вечеря ученики вообще ничего не понимали. Учениците Му нищие не разбират. Более того, они не верили. И те не верят. Они не верили, что что сейчас происходит? Что Иисус Христос идет умирать за них. Они не хотели принимать этот факт. Отговаривали его. Нет, Господь, ты не пойдешь. Побереги себя. Да не будет этого с тобой. Да не слышат вас. И вы знаете, вот этот интересный такой факт. И интересен факт. Что во времена Пасхи Че по времене Пасха Пришла настоящая Пасха. И душла истинская Пасха. Еще раз повторю эту мысль. Во время религиозной Пасхи Пришла истинная Пасха. И душла истинская Пасха. Настоящий переход. Истинский переход. Который обеспечивал переход от этой грешной, временной, суетной жизни. Което осигурява преход от тази времен и грешен живот. Вечно Царство Небесного Отца. В вечното Царство на Небесния Отец. В вечную радость. В вечната радость. В святая святых Бога Отцу. В святото място. В Его безгранична любовь. В Неговата безгранична любовь. Переход. Преход. Сама Пасха пришла. Сама-то Пасха и душла. Но даже ученики не поняли. Но даже ученицы не сразбирали туда. Они смотрели так с удивлением. Что происходит? О чем он говорит? Куда он собрался? Зачем он собрался умирать? Нас и так все любят. Столько чудес уже произошло. Только много чудеса ста случили. Совсем недавно наш Господь Лазаря воскресил из мертвых. Наскоро Иисус и воскресил Лазарь. Все уже поверили в Него. Всички вече саповярвали в Него. Зачем идти умирать? За что треба уйти до умира? Понимаете, да? Они не понимали, что Иисус Христос был именно этим пасхальным агнецом. Те не сразбирали, че Иисус и бил пасхален агнец. Без порока и лукавства. Без пороци. Который не сделал ни одного греха на этой земле. Кой-то не направил ни один грех на тази земля. И Он пришел целенаправленно. Той нарочно душел. Для того, чтобы умереть за Тебя. За допущение за всякий един. Умереть за Тебя и меня. Да, допущение за ради меня, за ради Теб. За всех нас. За всички нас. Давайте мы откроем следующее место. Следующая глава. Матфея 2, 7 глава. Следующее место. Матфея 2, 7 глава. С 15 стиха. На праздник же Пасха правитель имел обычаи отпускать народу одного узника, которых хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варнава. Это был известный бунтарь, который сделал такое очень большое волнение. Он был убийцем. Твой был известный убийц. То есть политический такой разбойник. Политический разбойник. Он был приговорен к смерти. И той требовавший, требовала умреть. Ну, если сравнить Варнава и Иисуса Христа. А кто сравним Варнава и Иисус Христос? На что надеялся Пилат? На каквости надеял Пилат. Кого народ попросит отпустить? Или вот этого политического революционера? То же политический революционер? На душе которого уже несколько смертей. Кой-то убил много хора? Или Иисуса Христа? Или Иисус Христос? Который ничего плохого не сделал вообще. Кой-то не направил ни в что лошадь. Конечно, Пилат надеялся, что народ начнет восклицать или просить отпусти нам Иисуса Христа. Пилат надеялся, то есть, че народ дышит искать допустим Иисус Христос? Итак, когда собрались они, сказал им Пилат. Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Вараву или Иисуса, называемым Христом? Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать. Не сделай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадал за него. Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали, Вараву. Пилат говорит им, что же я сделаю Иисусу, называемым Христом? Говорят ему все, да будет распят. Правитель сказал, какое же зло сделал он? Но они еще сильнее кричали. Они не могли назвать зло. Они кричали, да будет распят, просто вот так тупо. Да будет распят, распят, распни, убей, убей, убей. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды, умыл руки пред народным и сказал, невиновен я в крови праведника сего, смотрите вы. И отвечая, весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших. В этот момент произошло очень мощное и важное провозглашение. В тот момент все случилось важное провозглашение. К большой трагедии. Комгуляма трагедия. Еврейский народ провозгласил. Еврейский народ провозгласил. Пусть его кровь будет на нас и на наших детях. Чекровь тому добыт на нас и на наших детям. Вы знаете, если вы спросите, какая на сегодняшний день нация, которая больше всего подвергалась геноциду. А если вы спросите, какая нация была в геноциде, то я думаю, что каждый из вас ответит, что это Израиль. И вы знаете, одно из последствий, это то, что они когда-то провозгласили. И твое, одно то вот последствие, что провозгласили к вам. Пусть его кровь будет на нас. Нека кровь тому будет вверху нас. И на наших детях. И на наших детям. «Тогда отпустил им в Араву, а Иисуса, бив, предал на распятие». 41 стиха еще прочитаю. Чуть-чуть ниже. «Подобные превосвященники с книжниками, старейшинами, фарисеями, насмехаясь, говорили. Других спасал, а себя самого не можно спасти. Если он царь, израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверен в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал, я Божий сын. Так же и разбойники, распятые с ним, поносили его. А шестого же часа... И смотрите, что происходит. Это очень важно. Как вас и случилось? А шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом. Или, или, лама, совахвани. То есть, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Перевод с арамейского языка. Некоторые, стоявшие там, слыша этого, говорили, Илью зовет он. Ну, перепутали. Ну, не знаю, это арамейский. И тот час побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили, постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его. Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое сверху донизу. Земля потряслась, и камни расселись. Как вы думаете, завеса случайно раздралась в храме сверху донизу? Есть несколько параллельных мест, которые говорят о том, что это произошло не случайно. Сам Бог разорвал завесу в храме, которая отделяла святое от святая святых. И тем самым Бог проговорил всему человечеству. Благодаря этой жертве, вход во святая святых открыт. И теперь каждый человек, омывшись прежде кровью Иисуса Христа, может войти к своему небесному Отцу. Можете сказать на это аминь? Это правда, это дай аминь. Твоя истина. И вот завеса в храме раздралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых. Воскресли, выйдя из гробов по воскресению Его, вошли в святой град и явились многим. Сотник же, и те, которые с ним стерегли Иисуса в виде землетрясения и все бывшее, устрашились весьма и говорили, воистину Он был Сын Божий. Аминь. Что произошло? Как после случилось? Истинная Пасха пришла. Дойдя истинская Пасха. И сделала то, что было предназначено сделать. И се направит твое, което требовало да буде направено. И посмотрите, что упустили фарисеи. Посмотрите, что упустили садукеи. Всичките религиозни хора на онзе свят. Они праздновали Пасху. И они пропустили Пасху. И те са пропуснули Пасхата. Просто очередной религиозный праздник. И давайте мы на этот праздник не будем совершать каких-то преступлений. Давайте мы сделаем это предварительно. Убьем этого Иисуса Христа предварительно. Снимем тело в пятницу вечером. Чтобы не заниматься этим. В Святую Субботу. Понимаете, о чем я говорю? Разберете ли за какого говорим? Религиозные люди делают очень много таких очень страшных и ненужных, я хочу сказать, мертвых вещей. Знаете, я вот вспоминаю, да, я 30 лет тому назад начал искать Бога. Начинал читать различную духовную литературу. Читал Коран. Пхагавадгита. Пхагавадгита. Источник вечного наслаждения. Различную эзотерическую литературу. Кто-то подарил мне маленькое Евангелие. Я открыл и начал читать. Ничего не понял. Закрыл, положил куда-то на полку и забыл. Потом мне сказали о том, что есть в одном храме одна такая почитаемая святая. И после мне казаха, чем некий храм, има една святая жена. Она уже в преклонном возрасте. Вече много возраста. Но говорит очень такие мудрые вещи. Ну, каза мудрый нешта. Иди ее послушай. И элада, я чуешь. Я пошел в этот храм. Утидух в тоже храм. Познакомился с людьми. Запознался с хората. И там собирался народ, где-то так, 30-40 человек. И потом нам выводили старицу. Она была в очень преклонном возрасте. И она говорила какие-то вещи. Люди задавали ей вопросы. И она начинала говорить. И тя говоришь. Тихим голосом. С тих глаз. И мы прислушали, что она говорит, что она говорит. И не отравивши, да слушаем и много внимательно. Кто поближе сидел, передавал нам уже. Кой-то сидящий поблизу, оказывавши на устаналите. И рассказывала нам очень долгие бесконечные истории. Тя рассказывавши долгие бескрайние истории. О самых различных святых. За най-различные святи хора. Что в таком-то веке жил такой святой. В таком-то веке жил такой-то старец. Такой-то человек ушел в скит. Всю жизнь провел в изоляции. И, знаете, я долго ходил. Я хотел разобраться. Я хотел узнать, где выход. У меня началась страшная депрессия. Я искал Бога. Я периодически задавал вопросы. И она начинала отвечать. И ответы были ее совершенно не в попад. Я просто понял, что она хорошо знала жития святых. Знала их на зубок. Возможно, она с детства была при монастыре. И она просто на автомате начинала рассказывать о пленой истории о пленом святом. Вы знаете, я говорю сегодня не в осуждении. Я говорю лишь такую простую мысль. Она рассказала нам про десятки святых людей. Я верю в то, что это были святые люди. Но она ни разу не рассказала мне об Иисусе Христе. Ни разу. И вот это была большая трагедия. Почему? За что? Потому что я скажу вам, что святые не спасают. Никакая религия на этой земле не спасает. Никакая религия на той же свят не спасала. Барашки не спасают. В цель этой... Агнита не спасала. Пролитие крови животных уже не спасает. Пролитие крови животных уже не спасает. Это был всего лишь прообраз. Понимаете, да? Теперь это уже не работает вообще. Сега това вече не работе. А кто-то продолжает это делать. А някой продолжала да го прави. Это простые мертвые религиозные обряды. Това са прости мертвые религиозные обряды. Которые всего лишь подводили к чему-то или к кому-то. Които само са подвеждали к някого или к нечто. Чо някой наистина. Что дойде. По настоящему умрет за нас. И наистина. Что умрет за нас. Прольет за нас по настоящему святую кровь. Которую тему что буду пролита наистина. И за нас будет внесена настоящая плата. И истинская плата. Что будет внесена за нас. И только с этого момента мы будем искуплены. И знаете я хочу сказать о том что сегодня. Очень много людей ходят в церкви. Сегодня очень много людей готовятся к Пасхе. Кто-то уже красит яйца. Кто-то уже куличи начинает готовить. И вы знаете, очень-очень-очень много религиозных обрядов, которые связаны с Пасхой. И люди думают, что в этом есть какая-то истина. И люди думают, что если они его так сделают, то они будут очень хорошими людьми. Обязательно надо сходить на кладбище. Ну вот в Библии, да, женщины пришли искать тело Иисус Христа. Ангелы возмутились. Ангелы собили взмутение. Что они сказали им? Что вы ищете живого? Среди мертвых. Что вы ищете живого среди мертвых? Есть ли в этом какой-то смысл? Искать Иисуса Христа на кладбище. Кто-то очень хорошо сказал, что сегодня и Конфуция на кладбище. Някой сказал, что и Конфуция сега е на кладбище, на гробище. И Будда на кладбище. И Мухаммед на кладбище. Мухаммед също. Вот только Иисус Христа там нет. Само Иисус Христос не е на гробище. Это верный признак того, кто Он. Това е добры признак, кто Он. Где Он сегодня? Куда се намира Той сега? Он выседает на небесах. Адеснуя Господа Бога. Готовит нам место. Я думаю, что уже почти приготовил. Для того, чтобы в определенный момент прийти и забрать нас к себе. И давайте я прочту сегодня вообще значение. И сега что я прочту значение на Пасху. И это написано в послании к евреям, 10 глава. Послание к евреям, 10 глава. Апостол Павел очень четко и ясно объясняет. 10 глава послания к евреям, 10 глава с 1 стиха. Закон имеет тень, только тень. Закон имеет только тень будущих благ, а не самый образ вещей. Одними и теми же жертвами каждый год, постоянно приносимыми никогда, слышите, никогда не может сделать совершенными, приходящими с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого осознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодно тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою Божию. «Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжение, ни жертвы за грех, который приносится по закону, ты не восхотел и не благоизволил, и потом прибавил, вот иду исполнить волю твою Божию, отменять первое, чтобы поставить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. По сей-то воле освящены, освящены значит отделены, отделены для Его святости, для Его праведности, единократным принесением тела Иисуса Христа». Так написано? Это же не я придумал, правда? Такая написанная сунглизма, если лас. Очень авторитетный апостол. Авторитетный апостол. Пишет нам очень четкие и ясные истины. Пишет точнее и яснее истине. Дальше. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножье ног Его, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О чем свидетельствует нам и Дух Святой. «Ибо сказано, вот завет, который завещая им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину боли». А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. То есть Иисус Христос уже умер. Иисус Христос вече умеря. Заплатил за все грехи цену. Платил цену за все грехи. И другие жертвы уже не принимаются. И другие жертвы вече не все примут. И давайте мы выслушаем сущность Его. Дальше, с 19 стиха. «Итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа, куда входить? Восвятая святых посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плод Свою, и имея завесы, которая разорвалась, вот та же завеса, про эту же завесу, которая была плод Его, в тот момент, когда Его плод испустила Дух, завеса в храме была разорвана сверху донизу, то есть сам Бог ее разорвал. «И имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водой чистой. Будем держаться исповедание упования неуклона, ибо верен кто обещавший». «Он тот, кто обещает и обязательно исполняет». «Слава Богу!» «Слава на Бога!» «Вы знаете, я сегодня просто скажу такие простые мысли». «Когда мы упускаем свою Пасху». «Вы знаете, я часто слышу в этом мире». «От религиозных людей». «Они, как правило, говорят». «Скоро Пасха». «Пойдем, сходим в церковь». «Потому что мы уходим в церковь раз в год». «Осветим Пасочку». «Да осветим козунок». «Яйца осветим». «Да осветим яйцата». «И Бог простит нам наши грехи». «Потому что мы великие грешники». «За что-то мы великие грешницы». «Вы знаете, вот само вот это провозглашение или исповедание о том, что мы все грешники». «И твоя исповедованная чинистная грешница». «Это самая великая ложь». «Твоя наивеликая ложа». «В которую бы дьявол хотел, чтобы люди верили». «В куято дьявол от искания доверными». «Что происходит, когда человек говорит, что он великий грешник». «Как вы думаете?» «Как мыслите?» «Этими словами он говорит». «Стези думи той казвы». «Вот, когда он говорит, что я великий грешник». «Он говорит, что Иисус Христос напрасно приходил». «Он напрасно умер». «Напрасно и умрял». «И напрасно воскрес». «И напрасно и воскреснул». «Ну уж точно не ради меня». «Понимаете, да?» «Я принимаю решение оставаться великим грешником». «Мне жертва единородного сына не нужна». «И кровь его не нужна». «Я провозглашаю власть греха в своей жизни». «Понимаете?» «Это то, что говорит человек, когда говорит, что я великий грешник». «Апостол Павел подтверждает это в других местах». «И он буквально нам кричит через века». «Что он кричит?» «Какво вика?» «Если Христос не воскрес, то что?» «То вера ваша тщетна». «И вы еще во грехах ваших». «Слышите меня?» «Если Христос не воскрес, вы напрасно верите вообще». «И вы еще в ваших грехах». «Но Христос воскрес из мертвых». «И это тоже апостол Павел кричит тут же». «Но Христос воскрес!» «Первенец из мертвых». «Первенец от мертвых». «Предстал пред отцом за нас». «Той стоил пред отец заради нас». «Заплатил великую цену». «Для чего Христос воскрес?» «За какво Той воскреснул». «Для того, чтобы сделать нас свободными». «За да не направи свободными». «От греха». «От греховете». «От проклятия». «От проклятията». «От смерти». «От смертта». «Смерть где твое жало?» «Смертта къде е твоето жало?» «Ад где твоя победа?» «Къде е победата на Ада?» «Знаете, раньше Ад он тържествовал». «Преди Ад е тържеств...» «Потому что вся Вселенная она просто трепещала перед Адом». «Преди цялата Вселенная се страхувала от Ад». «Но после того, что сделала Иисус Христос». «Но след това, който направил Иисус Христос». «Иисус одержал полную победу над Адом». «Той на полную победу Ада». «Ад сегодня трепещет перед Иисусом Христом». «Иисус Христос сказал, поставлю церковь свою». «И даже врата Ада не одолеют ее». «Ад трепещет перед церковь Ясуса Христа». «Адът е бессилен пред церковь на Иисус Христос». Аминь. А кто есть церковь? Ты есть церковь. Церковь не есть здание. Церковь есть собрание верующих. Которые приняли власть быть чадами Божьими. И знаете, вот немножко я короткую мысль скажу перед завершением. Послание Галатам в 5 главе 22 стих. Я читаю очередной раз, что плод же Духа Святого. Есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, вера, воздержание. Но таковых нет закона. И знаете, я хочу вам сегодня сказать. Вот для меня так Бог интересно открыл. Бог интересно утворит за меня. Что все вот эти проявления плода Святого Духа. Они абсолютно сверхъестественны. Они являются плодом того, что Иисус Христос умер лично за тебя. Те се явявят на плод на това, че Иисус Христос умря лично за теб. И лично для тебя воскрес. И лично за теб воскресна. Любовь. Любовь-та. Знаете, это сверхъестественный дар. Това е сверхъестествен дар. Я не говорю сейчас про человеческую любовь. Не казвам за човешката любовь. Потому что любовь Иисус Христа, она просто покрывает просто все. За что-то любовь Те, Несус Христос, тебя покрила всичку. Если в твоей жизни есть любовь. Акова в твое животе има любовь. Которая позволяет тебе. Която ти позволяла. Любить даже тех, кто тебя ненавидят. Да убичашь и тези, който ты ненавидишь. Да дает тебе власть любить своих врагов. Тези любовь тебе дала власть. Да убичашь своих врагов. Которые тебя, ну, почему ты считаешь своим врагом. Който смят от теб за твой враг. И ты не понимаешь. Господи, это человек, за которому. Мне не за что его любить больше. И ты не разбираешься, что ты няма за как воду убить, а что за человек. Но я продолжаю его любить. Но продолжаю вам того убить. Это любовь Иисус Христа. Твоя любовь Те на Иисус Христос. И это верный признак того, что Иисус Христос умер и воскрес в твоей жизни. Твой признак, что Иисус Христос умрял и пучина, и воскрес на его в твой живот. Второе проявление. Радость. Твоя проява и радость. Если ты радуешься независимо ни от чего. Радость сверхъестественного порядка. Радуешься и в радости, и в печали. И в испытаниях, и в скорби. Почему? За что? Потому что Иисус Христос обещал. За что Иисус Христос обещал? Что Он сказал? Дам вам радость. И радость сия будет совершенной. И эту радость у вас никто не сможет отнять. Аминь или не аминь? Аминь. Абсолютно сверхъестественная радость. Которая говорит о том, что ты в победе живешь. Третье проявление это мир. Совершенный мир. Совершенный мир, который Иисус Христос обещал. Совершенный мир, который обещал Иисус Христос. Он дает в твоей жизни такую стабильность. Той давал в животе ти огромную стабильность. Даже во время бури или урагана. Че во время и на буря. Ты будешь абсолютно совершенно спокоен. Ты будешь абсолютно уверен в чьей руке ты находишься. Иисус Христос спал на корме корабля, да? Иисус Христос спал на корабе. Когда была буря. Когато имел буря. А ученики метаются там. А учениците са били стреснути. Воздержание. Воздержание. Вы знаете, вот на самом деле. Я могу еще перечислять все вот эти проявления. Но это будет очень долго. Это целая проповедь. Закончено воздержание. Воздержание это опять же что-то сверхъестественное. Воздерживаться от чего-то плохого. Что может осквернить тебя. Что может вести себя в какое-то оплюное греховное рабство. Вы знаете, каждый раз человек становится перед выбором. Всякий путь човек застава пред избор. Вы знаете, вот, ну, я могу так сказать, что наркозависимые. Например, тези, които са зависими от наркотици. У него всегда есть выбор. Те винаги имат избор. Или принять очередной наркотик. Да приемат точно один наркозик. И запустить туда вено. И да го пуснат в вената си. Свою любимую жену. Свои любима жена. Своих любимых детей. Свои любимые деца. Все святое спустить просто. И просто всичко свято да изпуснат. На растерзание бесам. Да го дадат на бесовете. Или помолиться Иисус Христу. Или да се помолят на Иисус Христос. Призвать Его святое име. Да призвать Неговото име. И получить от Него силу Святого Духа. Да получат силата на Святия Духа от Него. Чтобы можно было превозмочен. За да могат превозмогнат това. Это воздержание. Това е воздержание. Каждая раз делать выбор в пользу Иисуса Христа. Всеки път да се прави избор в пользу на Иисус Христос. Наркозависиме, который каждый раз делает выбор в пользу наркотика. Човек зависим от наркотици, който прави избор. Който прави избор за наркотици. Той изпуска своята пасха. Он упускает воскрешива Иисус Христа. Той изпуска воскреснелия Иисус Христос. И это Его выбор. И това е Неговия избор. И Бог уважает этот выбор. И Бог уважава Неговия избор. И така може да продолжаваме безкрайно. И Вы знаете, религиозный человек. Религиозният человек. Который приходит в церковь. Който идва на церковь. Для того, чтобы просто исполнить какой-то очередной религиозный обряд. За да исполни некакъв религиозен обряд. Упускает Иисуса Христа. И испускает Иисус Христос. И вот это самое страшное. Твое нае страшноето. Кто упустил 2000 лет тому назад Пасху? Настоящую Пасху? И кой испустил Пасхата преди 2000 години истинската Пасха? Я хочу Вам сказать, что все упустили. Всички тихора. Фарисеи упустили. Фарисеи тихо. Саддукеи спустили. Религиозно набожные люди упустили Пасху. Религиозните хора. И ученики апостолы. И ученики апостолы. Упустили Иисус Христа в качестве Пасхи. Все, что испустили Иисус Христос к эту Пасху. Они все усомнились. И всички започнили засомнявать. И они все разбежались. И всички затрыгнули от Него. Вы знаете, когда до них начало доходить? Начало только доходить до учеников Иисус Христа. Значение Пасхи. Значение-то на Пасху. Те започнули доразбирать. Когда они первый раз услышали о том, что Иисус Христос оказывается воскрес. Куда-то сочули за то, что Иисус Христос воскресен. Мария увидела Его воскресшим. Мария Его видя воскресну. Но они услышали и поначалу не поверили. Ученики, которые шли в Имаус и встретили Иисус Христа уже живым. Ученики, которые шли в Имаус и встретили Иисус Христос. И потом узнали Его. И потом рассказали апостолам. И апостолы опять, ну, что-то сомнительное. Фома сказал, пока свои пальцы не вложу, не поверю. И апостолы. И потом Иисус Христос уже явился им сам. Воскресший в своем прославленном теле. Хотите, вложите пальцы в мои раны. И руки свои вложите в мои ребра. Есть ли у вас что поесть? И они дают Ему, да? И они видят, что это Иисус Христос. При стольких свидетелях Иисус Христос воскрес. Ходил, напоминал им. Все то, что Он им говорил, но они не верили. И теперь они начали верить. Точно это так. Он же предупреждал нас, что Он будет взят. На линии предупреждал, что Он будет убит. Много раз предупреждал. Много пяти. И Он предупреждал нас, что на третий день воскреснет. И Иисус не сказал, что он воскреснет на третий день. Но мы не верили Ему. Но не Ему верувахме. А теперь Ему видим. А сега виждаме. И верим. И верваме. Аминь. И знаете, просто вот моя проповедь сегодня об этом. Не осуетитесь. Вот в это последнее суетное время. В твое последнее время. Вот в этих среди бесконечных религиозных мертвых обрядах и ритуалов. Средь тези мертвых религиозных обрядов. Куда пойти? На какое кладбище еще сходить? Сколько раз поклониться? Как пальцы свернуть? Чтобы перекреститься? Какую икону поцеловать? И люди вот так метаются. Под столом пролезть. Заставляют вокруг озера три раза проползти. Или доползешь около озера три пыти. Что-то пережить вот такое святое. И упускает самое главное. Две тысячи лет уже прошло. Вечер семинали две хиляди години. И люди до конца не понимают. И хорат не разбират до края. Что настоящая Пасха. Честенская Пасха. Кто? Кой. Давайте мы откроем последнее место. И что утворим последнее место. И это написано в первом послании к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам. Пятая глава. Пятая глава. Седьмого стиха. Я уже заканчиваю. Что здесь апостол буквально восклицает? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской и не закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Пасха наша, Христос, заклан за нас. И вы знаете, это на самом деле твое личное какое-то откровение. Твоя трава, да будешь личное откровение за всяким. Хочешь ли ты сегодня уловить свою Пасху? Хочешь ли ты пережить Иисус Христос, как свой личный переход? От какой-то страшной, бессмысленной, суетной жизни? От някакого страшного суета, суетенного животом? Войти в Царство Святого Отца? Да влезешь в Царство на свете, отец? И начать что-то переживать. И да започнешься преживая ваше нечто? Сверхъестественное. Совершенную любовь? Совершенна любовь? Совершенный мир? Совершен мир? Совершенную радость? Совершенную радость? И так далее и тому подобное. И такой нататок. Я сегодня призываю вас к такой искренней молитве. Приди к своей Пасхе сегодня. Приди к Иисусу как к переходу, к Пасхе. Приближися к Иисусу, к Пасхе, к Аганцу, который пришел для того, чтобы умереть за тебя. Давайте мы склоним наши сердца и вместе произнесем одну молитву. Просто повторяйте за мной. Наш дорогой Иисус Христос. Наш скрипый Иисус Христос. Наш пасхальный Агнец. Ты моя личная Пасха. Прости меня еще раз. За все мои грехи. Омой меня прямо сейчас. Твоей святой кровью. Я прошу Тебя. Прими меня в число детей своих. Дай мне воспользоваться этим переходом. Да се висползвам от този преход. Из своей грешной жизни. От своя грешна живот. Вечную жизнь Небесного Отца. Вечная жизнь Небесного Отца. Прямо сейчас омывшись Твоей кровью. Сега, как сомих со Твой кровь. Я вхожу во святая святых. Влизам в святото място. Потому что завеса разорвана. За что-то завеста е скысана. И Ты открыл доступ для меня. И Ти утвори доступ за мен. Дай мне познать Тебя, как своего Отца. И дай мне познать Твою безграничную любовь. Дай мне познавать Твою безграничную радость. Безграничную любовь. Твой совершенный мир. Царствие Божие не пища и питья. Но мир. Радость и праведность во святом духе. Радость и праведность во всяятя дух. Сверхъестественная праведность. Сверхъестественная праведность. Не по моим делам или заслугам. Не по моите дела и заслуги. Но поверь в Тебя, всемогущий Бог. Но повярата в Теб. Спасибо Тебе, Иисус Христос. за то, что Ты омыл меня, осветил меня и принял меня в число детей своих. Я благодарю Тебя только в одно имя, которым надлежит спастись. Это имя Отца и Сына и Святого Духа. Имя Господа Мого и Спасителя Иисуса Христа. Имя Туна Мое Господь. Спасит Иисус Христос. Если Вы согласны, то скажите Аминь. Аминь. Будьте благословены. Не упустите свою Пасху на эти пасхальные праздники.